Псалом Давида Справедливости своей спаси меня Лахсот — это искать укрытие, мы говорили Хасуд — покровительство, махсе — какое-то укрытие Левош — стыдиться, в паале Легитбаеш — в пееле тот же самый В гитбаеле тот же корень, а не более известен Цдака — затруднительный перевод Цедак — это справедливость по букве закона Цдака — это от себя еще какое-то дарование Справедливость с благоволением Вот об этом и просит Давид Чтобы с благоволением к нему Всевышний отнесся И дал ему избежать опасности Лефалет — это спасать от опасности Лефлот — это в паале выбросить, извергнуть, выбросить куда-то Выставить наружу Полит беженец, тот, кто сбежал из какого-то опасного места Избежал опасности Плейта — это те, кто спаслись Собирательная Полтыни — дай мне спастись Избегнуть опасности Третий пасук Склони ко мне ухо свое, слух свой Побыстрее спаси меня Будь мне твердыней И местом укрепления Дабы спасти меня Сейчас подробнее рассмотрим Гацилени и гошеэнни Мы уже об этом говорили раньше Легациль — это спасти физически А легошия — духовно То есть, значит, спасение души Легошия Сейчас здесь какого-то нарастающее идет Мегирагацилени И елели цурмаоз Легэтмецудот Легошияни Цурмаоз — это оплот Цур — скала Маоз — это укрепленное какое-то место Что-то такое крепкое Слово оз — мощь, сила Цурмаоз Бэтмецудот Мецуда — это охотничий загон Охотничья база В общем, то место, где Откуда, значит, Охотники Точнее, откуда охотники Выходят на охоту Возвращаются туда От слова «отсуд» — охотится Цаят — охотник Мецуда В современном языке Слово «мецуда» приобрело значение Крепость Просто абстрактно — крепость Но, в принципе, это, значит, Было такое вот охотничье укрепление Бэтмецудот — это какой-то вот Не одна мецуда, а много их То есть, какой-то такой вот Укрепрайон своеобразный Охотники, выходя В какие-то опасные места Где вводятся дикие звери Они должны иметь такое вот Укрепление Чтобы там была возможность Охота многодневная Чтобы там была возможность Переночевать И Выстоять в случае нападения Диких зверей Четвертый послуг Ибо ты — скала моя И укрепление мое Ради имени своего Веди меня И руководи мной Цела скала Мецуда мы только что разобрали То место, где можно укрепиться Здесь именно очень интересный Такой момент Не просто место укрепления А именно место укрепления Во время какой-то необходимости Какой-то охоты Необходимости каких-то Таких вот рискованных Вылазок предприятий И вот прямо непосредственно На линии фронта Где-то такое вот Своеобразное место укрепления Мецуда Леанхот — вести И ленагель — тоже вести Это синонимы Поэтому, значит, я нюанс перевел Вести и вести Меня и руководи мной В современном языке Ленагель чаще всего Используется именно Значение руководить Менагель — значит, руководитель, начальник Пятый пасук То циэнне мерэшит зутамнули Кеатама узи Выведзі меня из сити То есть из капкана имеется в виду Западник, капкана Который мне устроили Ибо ты оплот мой Крепость моя Зу Мы уже говорили об этом Это старинная форма Относительного местоимения Связующего Типа что, который В первую очередь, который Решет зутамнули Это, значит, сеть, которую Мне устроили Литмон — это спрятать Спрятать, как правило, в земле Зарыть где-то так вот Чаще всего Или в каком-то глухом месте В общем, литмон — это именно вот так вот Припрятать И, значит, двести речи о капкане Которые мне поставили И от слова маос Недавно, только что мы его разбирали В прошлом пасуке Маос — позапрошлом пасуке Маос — что-то Сила, укрепление Поскольку корень Айн, Зайн, Зайн, Зайн То есть Зайн двойной здесь Двубуквенный удвоенный Появляется Дагеш При появлении окончания Дагеш в Зайне И сужение гласное Вместо ОУ Вместо Маос — Маузи Шестой пасук Беятха в китрухи Падитео ти Адуной элемет В руку твою Вручу я Дух свой Спас ты меня Искупил ты меня Всевышний Бог истины В слове падита Такая специфическая Характерная для В некоторых случаях Для языка Танаха Окончание та Ты С дополнительным гей Обычно та Пишется просто таф А в языке Танаха Иногда встречается гей Значение при этом Конечно же не меняется Ни чтение, ни значение Седьмой пасук Санэти ашамрим гавлей шав Ваани эллюдуной батахти Возненавидел я Тех, кто предается Пустым выдумкам А я На Всевышнего полагаюсь Гевель это пар Слово гевель буквально Начает пар Дымка Символ нечего-то эфемерного И в переносном смысле слова Суетность, суета Вот что-то такое пустое Шав Это что-то пустое Мы говорили Искаженное Не имеющее смысла Ла шав Впустую Мы знаем Слово шва Это отсутствие гласного То есть какая-то такая Какая-то пустота А гавлей шав Это усиленное такое Значит Я перевел пустые вымыслы Пустые вымыслы Суетные планы И расчеты Те, кто Придерживается этого И на этом основывает Свои действия Значит, говорит Давид Я это Отстраняюсь от этого Причем здесь именно подчеркнуто Гашомрим гавлей шав Это не те, кто иногда предается А те, кто Хранит верность Вот этим гавлей шав То есть те люди, которые Активно действуют Для того, чтобы Реализовать Вот эти вот свои Пустые вымыслы Следующий пасук Восьмой Я возрадуюсь И возвеселюсь Милости Твоей Что Ты увидел Бедность мою Узнал, знал, узнал Горесть души моей Лагиль Радоваться Лесмовых Это синонимы Поэтому, значит Слегка при возможности Переводится Один веселиться Другой радоваться Это условно, конечно Гиль Радость Он ни бедность Он ни Так, все понятно Девятый пасук И не выдал Ты Меня В руку Врага Не предал Меня В руку В руку Врага Поставил В широком месте На просторе Ноги мои Легазгир Связан с словом Лесгор Лесгор Это закрывать Легазгир Это закрыть Кого-то Дабы его выдать То есть Кого-то пленить Чтобы выдать В чьи-то руки В руки врага Мерхав Это какое-то Широкое поле Широкое пространство То есть Дал простор Ногам моим Дал мне возможность Не просто стоять А и двигаться Передвигаться Перемещаться В каком-то Свободном месте Десятый пасук Помилуй меня Всевышний Ибо тяжело мне Буквально узко Тяжело мне Испортилось От Раздражения Скажем так Испортился Глаз мой Душа моя И чрево моё Ошеш Портиться Ашеш Точнее Портиться Это в беняне Паэль Он используется Глагол состояние Портиться Быть испорченным Аш Айншин Это моль Насекомое Которое Приносит порчу Ашеш Портиться Или испортился В прошедшем времени В Паэль Это одинаково В настоящем времени Ашеша Ашешим В прошедшем времени Ашеша В женском роде Немножко другие Глазовки Ашеша Бекасы Никас Это гнев Сердитость Лихос Это гневаться В современном языке Сердиться Но В языке Танахы Это означает Не то сердиться А сдержанное Какое-то Что-то Раздражение Какое-то Даже Невыдаваемое Наружу Внутри души Человеческой Человек себя держит Вот этот каос И он как бы Он Портит человеку От этого Сдержанного Раздражения Страдает его Глаз Здесь сказано Душа Чрево В общем он В тяжелом состоянии Поскольку Наседают враги И у него Не было сил Как-то С ними бороться Противодействовать им Одиннадцатый послуг Кехалу Лехалот Это исчерпаться Исчерпаться Закончиться Вообще Лехалот Это черпать Черпать И исчерпаться По контексту Отсюда и слово Кли Черпало Буквально То чем Можно зачерпать Сосуд Первоначальное Значение Слова Кли А потом уже Инструмент В переносном смысле Слово Уже любой Абстрактный Да Аллегорический Лехалот Это уничтожить Уничтожить Или завершить Слово Лехалот Это исчерпать Буквально Лехалот По контексту Это Если есть какой-то Замысел Завершить его Если Речь идет о том Что Что-то нужно удалить Что-то удаляется То тем самым Как бы До конца Довести Это То есть В зависимости от того Какой замысел Конструктивный Или наоборот Он связан С Устранением Чего-то Это слово Используется В таре Описание Сотворения Мира К дню Субботнему Ваихулу Гошамай Ваарец Вахоль Цваам И Были Исчерпаны То есть Были Завершены Исчерпаны Были Их Сотворения Ваихулу Ваихулу В пуале Ехулу Ваихал Дальше говорится Луким Ехал Вместо Ваихале Сокращенное Лаихалот Завершить Исчерпать Вот это По поводу Слова Калува Ягон Хая Ягон Это Печаль Кошаль Это Споткнулся Лихшоль Это Спотыкаться В Нефале Нихшаль В общем-то Тоже Споткнулся Но Используя Счаще всего В переносном Смысле Слова Потерпел Поражение Потерпел Неудачу Нихшаль Я Значит Потерпел Неудачу Ках Кашаль Баавони Кохи Моя сила Как бы Начала Спотыкаться Спотыкалась Уже Не было Не было У меня сил Понятно Аллегорический Такой образ Кости мои И одновременно Значит Сущность Слово Эцем Как бы Это кость И намек На сущность Тоже Вацамай Обычно Слово Значит Окончание От Ацамот Ацамот Но Встречается В Танахе Форма Ацамим С окончанием Им Здесь Ацамай Вот такое Окончание Ацамим Ацамай Ашешу Мы только что Разбирали Слово Ашеш Ашешами Кааса Ини Ацамай Ашешу Вот здесь Когда Соф Пасуки В конце Пасука Ударение Переходит На предпоследний Слог Мы знаем И восстанавливается Сокращенный Ранее Гласный Ашеш Он Ашеша Она Ашешу Они Это обычная Форма С ударным Окончанием А в конце Пасука Соответственно Ударение Переходит На этот На этот Самый Сокращенный Ранее Гласный Он Восстанавливается Вместо Ашеша 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 Вместо Ашешу Ашешу Двенадцатый Пасук От всех Недругов Моих Я Стал Позором То есть Меня Стыдились Велишхенай Моот А для Близких Моих Для Соседей Моих В Особенности И Страхом Я стал Знакомым Моим Видящим Те Кто Увидит Меня На улице Они От меня Отворачиваются Они От меня Избегают Они Меня Избегают Херпа Это Стыд Синоним Слова Буша Херпа Мэйуда Это Человек Знакомый Слова Йоде Мэйуда Посвященный Знакомый Роай Витящая Меня Снаружи Нодет Это Уйти В сторону Куда-то Странствовать Даже В общем Куда-то Подальше Отходили От меня Надэду Мэйми Тринадцатый Пасук Нишкахти Нишкахти Кемет Милев Гаити Кихли Овед Я Забылся Был Забыт Как Подобно Мертвецу Из сердца То есть Человек Если ушел Те Кто Не был Ему Слишком Близок Они Забывают О нем Нишкахти Пропавший Клиовед То есть Пропал И о нем Тоже Забыли Четвертый Четырнадцатый Пасук В кишамате Дибат Рабим Магор Мисавив Бегеваздам Яход Алай Лакахат Навши Замаму И Восслышал Я Наговоры Многих Страх Вокруг Когда Они Ополчались Все Вместе На Меня Дабы Забрать Душу Мою Замыслили Диба Это Наговоры Напрасленно Какие-то Не совсем Клевета Человек Человек Считает Что он Говорит Правду На самом Деле Это Все Путанное Непроверенные Такие Слухи Диба Диба Трабим Многие Вот так Вот На этом Сошлись На этих Наговорах Магор Это Страх Один Слово Страх Магор Мисавив Вокруг Страх Страшно Мне Было Враждебность Такая Меня Окружила Беги Воздам Яхад Лай Леги Вассет Это Слово Есот Есот Это Основание Леги Основывать Леги Вассет В Нефале Означает Основаться То есть Ополчиться Сговориться Йод Переходит Вав Здесь Беги Воздам Яхад Лай И Замаму Это От слова Замэм Замам Что-то Замыслить Недоброе Как правило Замыслили Недоброе Замаму Значит Тоже Сов Пасук Вместо Замэму Замаму Пятнадцатый Пасук Ваанья Леха Ватах Ти Адиной Амар Ти Элухай Ата А я На тебя Полагался Всевышний Сказал Я Бог Ты Мой Бог Мой Ты Шестнадцатый Пасук В твоих руках В твоей власти Поры жизни моей Часы жизни моей Спаси меня От руки Врагов моих И преследователей моих Эт Это пора И тот И цимили И тот Есть два варианта Множественного числа Здесь И тотай Мои Поры Что ли То есть Ход жизни моей Траектория Взлета и падения Все это Синусоиды Вот эти все Есть Итим Ля Цара Говорят Итим Ля Цара То есть Пора Для каких-то Бедствий Итим Ля Симха Для радости Вот все мои Все события Моей жизни И так далее Ты их видишь Направляешь Сценарий Моей жизни Баятха И тотай Я знаю Что это От тебя Все идет В твоей власти И прошу Спаси меня От недругов Моих Семнадцатый Пасук Гаира Семнадцатый Пасук Адуной Чем по ту сторону Или второй Второй вариант Есть Это как бы Исходная была форма А впоследствии По аналогии С поалем Трехбуквенных Глаголов Правильных Обычных Образовалась форма Идму То есть То есть Буквенный Буквенный удвоенный Корень То есть Вместо Ядому Идму Дэ как бы Акцентировалась Вместо В глаголе Ласов Окружать Кружить Вместо Ясобу В будущем Времени Исву Такая Более Поздняя форма Но Она иногда Встречается И нужно Быть готовым К этой встрече Исву В самихе Тогда ставится Дагеш Значит Вместо Бейта В самихе Вместо Ясобу Исву Еще раз Значит Итог Подведем Окончание У Становится Ударным О Сокращается При этом А Дагеш Переходит На Первый Согласный Исву По аналогии С Обычными Глаголами Правильными Ихтов Ихтыву А не Ихтову Ихтову Это в сов Пасуке Только бывает Ихтов Ихтыву По этой же Модели Сделаны Ясов Исву Или Ядон Идму Девятнадцатый Пасук Те Аламна Сифтэй Шакер Адоврот Альцадик Атак Багавававус Да умолкнут Они имеют Уста Лжи Говорящие Говорящие О праведнике Выдуманное В гордости В гордыне И презрение Илем Немой Неэлам В нефале С алифом Это Анимел С айном Это Исчез Неэлам А с алифом Это Анимел Неэлам Те Аламна Множественное число Глагола В женском роде В будущем времени Слово Атак Это Аллегорически Вернее Как бы Образно Означает Что-то Напрасленное Что-то Выдуманное Корень Айн Тавков Это Сдвигаться Неэтак Сдвинулся Ушел в другое место В современном языке Лехатик Это Снять копию То есть Вот берется Оригинал И дальше Как бы Что-то Подобное Ему Сдвигается Сдвигается Рядом Кладутся Его подобия Вот эти Какие-то Сдвиги Это Как бы Снять копию Отек Это Экземпляр Соответственно С айном Айн Тавков Отек Экземпляр Неэтак Сдвинулся Еще раз Поэтому Атак Это Что-то Сдвинутое Что-то Несоответствующее Действительности Буз Гава Гор Гордыня Буз Это Презрение Я перевел Пренебрежение Позор Безайон Прозор Левазот Это Позорить Такое Значение Этого слова Двадцатый Пасук Как велико Добро Твое Которое Ты Спрятал Сохранил Для Боящихся Тебя Сделал Для Укрывающихся В Тебе Ищущих Защиту В Тебе Перед Лицом Сынов Человеческих Лицпон Это Прятать Один из Синонимов Легастир Лицпон Цафун Спрятанный Скрытый Хосим Лахсот Это Искать Укрытие Искать Убежище Покровительство Негет Бне Адам Это Перед Лицом Или Вопреки Настроениям Окружающих Негет Это Перед И Одновременно Перед В смысле Как бы Против То есть Вопреки Лахосим Бах Негет Бне Адам То есть Те, кто ищут Уповают На тебя Ищут Покровительство У тебя Вопреки Настроениям Окружающих То есть Не против Них Чтобы Противодействовать А несмотря На них Вот так Вот Перед Лицом Их Не Стесняясь Этого Не стыдясь Негет Негет Адам Двадцать Первый Послук Тастирем Бесет Рапанэха Мерухсэй Иш Тицпенем Тастирем Бесет Рапанэха Мерухсэй Иш Тицпенем Бесука Нерив Лешонот Лучше иначе Тастирем Бесет Рапанэха Мерухсэй Иш И дальше Тицпенем Бесука Нерив Лешонот Вот такая Разбивка Рапанэха Спрячь их В укрытии Перед лицом Твоим Мерухсэй Иш Это От когорты Гордецов Высокомерие Человеческого Дальше Дальше Укрой их В суке От Вражды Спора Языков Мерухсэй Иш Сейчас мы разберем Рохес Это Превознесенность Рахасим Это Горная Цепь В современном Языке Горная Цепь Обыграно Сделали Рухсан Это Молния Застежка Леркос Это Застегиваться На Молнию Но В принципе Смысл Этого Вторе Это Что Это Такое Высокое Рохес Превознесенность Мерухсэй Иш От Высокомерия Человеческого Укрой Те Кто Полагается На Тебя Лицпон Мы уже Говорили Разбирали Тоже Синомим Слово Спрятать Спряч Бесука То есть В суке В шатре С твоим Покровительством Покровительством Схах Сверху Это символ Небесного Покровительства Защиты Ананей Кавод Облака Славы Вот Тицпенем Бесука В этом смысле Имеется ввиду На Рифле шонот Рифле шонот Можно Прежде всего Понимать От оговоров Человеческих От Распри От Ссоры Языков То есть От тех Наговоров Которые Люди Которые 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 Недруги Посылают Как стрелы Чтобы Попасть В цель И ущемить Двадцать второй Посыл Благословим Всевышний Ибо Он Милость Свою Сделал Огромную Милость Мне сотворил В Городе Осаждённом Здесь Метафора Имеется ввиду Легафли Это сделать Что-то В высшей степени Значительное Пэле Это чудо Нифла Это чудесный Легафли Это сделать Что-то Просто Просто чудесное Такое Неожиданное Огромное Неожиданное Что-то Гифли Хаздоли Бейрмацор Мацор Это осада Лацур Брать в кольцо Осаждать Того же корня Что цар Цар Это узкий Значит Сузить Буквально Со всех сторон Сжать Кольцо Мацор Осада Ир Мацор Ир Осаждён Город Осаждённый 23 Пасук А я сказал Затопил К тебе Хофзи Хофез Это поспешность Нехпас Поспешил Поторопился Хипазон То же самое Спешка Да хофзи Это слишком поспешно Необдуманно Поспешно Я сказал Неграсти Я был Отрублен Отсечён Горзен Отсюда Это топор Корень Значит Легрос Отсекать Неграсти Менегет Энеха От глаз Твоих Был Как бы Отсечён Ахен Воистину Как Кен Ахен Но ты Вот А ты же А ты А ты вот Такого типа А ты вот услышал Ахен Шамата Коль Тахнунай Бешав'и Элеха Лешавеа Это молиться спасения Мы говорили Ешуа Та же самая Ячейка Шин Айн Лешавеа Бешав'и Элеха Когда я возопил К тебе 24 Пасук Эву Этадуной Кол хасидав Эму ним Но царадуной Умешалэм Альятер Осегава Возлюбиться Всевышнего Все Хасиды Его Верящих Верных Хранит Всевышний И воздает Переведем так За самоволие Действующих В гордыне Сейчас подробно Разберем Будет ясно Насчет Затруднения Некоторые В переводе Значит Эгав Эгаву Любиться Леегав Эгаву Хасидим Мы уже говорили Здесь Обычно переводится Благочестивое Но хасид Означает Творящее добро Добродетельное Скорее Более точно Был бы перевод Эмуним От слова Эмуна Эмуна Эмуним Эмуни Это Верный Нейман Эмуни Человек веры Эмуним В современном языке Эмуним И даже В более позднем Эмуним Приобрело значение Также Верность Как Неэманут Эмуним Но здесь Значит Это Относится к людям Это не абстрактное Существительное Это Относится к людям Эмуним Ноцер Гошем Ноцер Это охраняет Значит Верящих в него Всевышний охраняет Умешалем Воздаёт Значит Отплачивает Альетер Осе гава Значит Вот сейчас Етер Осе гава Подробно Разберём Значит Смысл Значит Вапасука Значит Неудобства Какие-то Которые Один человек Создаёт Другому Могут быть Этому другому Необходимы И полезны То есть Один человек Может Воспитывать Другого Как-то Давать ему Какой-то Пример Наставление Двояко Или подавать Хороший совет Или создавать Препятствия Чтобы тот Другой Их преодолел И тем самым Значит Чему-то научился Выработал В себя Какую-то силу Характера Если Причиняющий Эти неудобства Неприятности И так далее Он действовал Беззлобно Объективно По обстоятельствам То он тем самым Исполнял свою роль По отношению К другому То есть Человек Вот так вот Складывается Ситуация И он действует Совершенно Адекватно Этой ситуации И невольно Беззлобно Создаёт Какие-то Проблемы Если же Это один вариант Второй Значит Если же этот человек Действовал В высокомерии Самоуверенности С удовольствием Значит Что-то от себя Прибавлял Етер делал Добавку какую-то Так вот За это Добавочное удовольствие Он заплатит Создателю И вот Вид говорится Осе Гаава Это Осе Бегаава Осе Гаава Имеющий Имеет смысл Действующий В гордыне Это такой Смехут Осе Гаава Имеется Действующий В гордыне Слово Гаава Характеризует Как именно Действует Осе Гаава И всевышний Мешалем Альетер Осе Гаава Отплачивает Воздаем За прибавку От себя Как бы Отсебятину Если можно так перевести Не совсем Конечно Стилистически Подходит Вот за его Отсебятину Он Получит Тот Кто действовал В гордыне И последний Двадцать пятый Пасуг Хиску Ваяамец Хиску Ваяамец Ливавхэм Коле Маяхлим Ладуной Крепитесь И да проявляет Силу Сердце Ваше Все Уповающие На Всевышнего Хазак Это крепкий Глагол Образованный От этого же Корня Хазок Быть крепким Ехзак Он будет Крепким И Соответственно Хазак Значит С первым Хатав Хатав Потаха То есть Как бы Типа швы Это Повелительное наклонение Хазак Крепись Во множественном числе Хиску Так же Как китву Китву пишите Хиску Крепитесь Омец Это Сила Алиф Менцадзе Это означает Сила Силиться Омец Сила Отсюда В современном языке Маамад Усилие Легитамец Силиться Делать усилие Легамец Укреплять В более позднем значении Значит В более поздние времена В современном языке Слово Омец Приобрело значение Именно Смелость Сила Духа Крепость Амец Сильный Омец Смелость Именно Из этого сочетания Укреплять Сердце Своё В яамец Легамец Укреплять Крепить Проявлять Силу В яамец Легамец И да Будет Проявлять Силу Сердце Ваше Легамец В будущем Времени Яамец Будет Проявляться А яанец да будет проявлять Мы уже говорили, такая вот форма Побудительная Леяхель уповать Маяхлим уповающая Отсюда слово тохелет Тохелет упование Родственное этому корню Здесь корень йод хетламет Родственный корень Та же ячейка, это родственный корень Алиф хетламет Леяхель означает желать То есть давать От себя значит что-то такое В упование человеку как бы дарить Меяхель и хулим пожелания А меяхель Уповать, полагаться на кого-то Надеяться На этом мы закончим Рассмотрение 31-го псалма